Здравствуйте, в прямом эфире репортера токшол Кворум, меня зовут Константин Гречаны. Вторую неделю кипят страсти по Надежде Савченко. Герой Украины находится в СИЗО, будет там пребывать до 20 мая. И вот, собственно, вот все то, что происходит с Надеждой Савченко. Что это? Такие вот политические игры или действительно была угроза национальной безопасности? Сегодня мы поговорим об этом в нашей студии. И наш интерактив звучит так. Солидарны ли вы с желаниями Надежды Савченко? Я напомню, что в своем видеообращении к телезрителям она сказала, что то, в чем меня обвиняют, хотят сделать абсолютное большинство украинцев, граждан Украины. Вот действительно ли большинство граждан Украины хочет взорвать Верховную Раду? Я напомню, что ее обвиняют в попытке теракта и попытке государственного переворота. Значит, если вы солидарны с желаниями Надежды Савченко, звоните по номеру 784-80-81. Если вы считаете, что то, что сказала Савченко, это была глупость или провокация, звоните по номеру 784-80-82. Если у вас есть вопросы или мнения, звоните нам в прямой эфир 34-92-58. 34-92-58. К нам сегодня пришли политолог Андрей Бодров. Добрый вечер. Юрий Котляревский, социальный психолог, журналист, обозреватель. Добрый вечер. Здравствуйте. Игорь Шавров, юрист. Здравствуйте, Игорь. Игорь Назаренко. Здравствуйте. И Антон Кравчик, политологи. Здравствуйте, Антон. Андрей, у меня первый вопрос все-таки к вам. Как вы считаете, то, что все происходит? Мы несколько месяцев обсуждали Саакашвили. Несколько месяцев обсуждали конфликт по линии Набу-Труханов. Да, вот теперь вторая неделя у нас Савченко и конца и края этой истории не видно. Это вот действительно в Украине такой открытый политический процесс или это смещение акцентов от каких-то насущных проблем? К примеру, например, вот то, что подражает электроэнергия в апреле. То, что тормозятся там архиважные для государства законопроекты Верховной Радио. Вот что это? Как вы считаете? Кстати, у меня, знаете, есть ответный вопрос к редакции, к студии. Скажите, а звонки на телефон с ответом «да» фиксируются в службе безопасности? А мы специально вот таким образом сформулировали вопрос, чтобы это не было каким-то призывом. И тем не менее, я вот объяснил, почему такой интерактив. Савченко заявила, расписалась за большинство украинцев, что они хотят взорвать Раду. Они хотят сделать то, в чем ее обвиняют. Вот нам интересно, вот то, что она заявила, это соответствует действительности или нет? Или у нас все-таки большинство разумных и адекватных людей? Вот в конце эфира и посмотрим. С точки зрения социологии, если продолжить ваш тезис, то да, действительно, нарастание тех настроений, которые очень резонируют с тем, в чем обвиняют Савченко, это действительно наша реальность. Более того, эта реальность очень сильно подогревается средствами массовой информации. Эта реальность подогревается постоянными какими-то информационными операциями в социальных сетях. Просто хейт, да, собственно, вот хейтерство, появился новый термин, человек, который ненавидит, да, человек, который, собственно, продуцирует и активно разбрасывает эту ненависть на вентилятор, через вентилятор социальных сетей, через трансляцию, собственно, в СМИ, это специализация очень многих наших политиков. И не в последнюю очередь именно политики виноваты в том, что не только в плане социальном, не только в плане экономическом, а даже в плане, скажем, своего личного поведения на экранах, в каких-то других масс-медиа, в том, что люди включаются в эту взаимную ненависть. А, соответственно, Украина все больше и больше, скажем, сегментируется на какие-то вот такие кусочки, противопоставленные друг другу, по разным тематикам, по языковой теме, по социальной, по вопросам, кто должен быть президентом или еще что-нибудь. Но вот подобные вбросы, они регулярно, как бы, и сейчас происходят, и раньше происходили, да? Но это же не говорит о какой-то вот такой экстраполяции, да, в обществе? Нет, на самом деле говорит. На самом деле говорит, почему? Потому что раскол – это всегда, скажем так, упадок социального капитала, упадок человеческого капитала, потому что, если мы возьмем историю любого экономического чуда, это история, собственно, народа, который был объединен определенной идеей, да? Идеей возрождения, собственно, своей нации, ну, какую угодно, я сейчас не буду углубляться. Я же не говорю о расколе, я говорю о том, что это нормально, что у людей есть разные мнения, собственно, из этого и состоит политический процесс, да, из палитры мнений. Я говорю о другом. Я говорю о том, что наши политики транслируют в средствах массовой информации и своим примером, скажем так, втягивают в это противостояние совершенно другую культуру политической дискуссии. Культуру политической дискуссии, не связанную с попыткой аргументировать свою позицию, предложить какую-то контртезу, а связанную с попыткой взять вилы, пойти к Верховной Раде и устроить, в общем, по большому счету, то самое хейтерство. Юрий Леонидович, как вы считаете, вот феномен Савченко, уже можно говорить, да, что есть в украинской политике такой феномен Савченко. Нравится это кому-то или нет, она действительно стала уже очень медийной персоной, ее будут обсуждать, мы можем сколько угодно замалчивать, но все равно это наружу, рано или поздно очутиться наружу, правильно, да? И вот как вы считаете, это чья-то игра или это действительно вот она самостоятельный политик, за ней никого нету, что вот просто так случились обстоятельства? Она самостоятельна и ровно настолько, насколько у нее и для этого есть как бы аргументация природные данные. Она достаточно достоверна, она говорит вещи, которые действительно многие, если не разделяют полностью, то по крайней мере с некоторым вниманием к ним относятся. Она, в отличие от многих утверждающих противоположных специалистов, абсолютно психически нормальна. Но я думаю, что в недрах российской действительности политической и политтехнологической заготовлено несколько десятков проектов типа Саакашвили, типа Савченко. Они будут вытягивать этого гнома из рукава или там зайчика из рукава ровно столько раз, сколько потребуется им для предотвращения ухода Украины из-под влияния России, выхода из России окончательного, да? То есть понятно, что Россия просто так Украину не отпустит, что придется за незалежность, придется платить очень дорого и разными способами. В этом смысле никаких утешительных прогнозов ждать не следует. А таких проектов, я думаю, в России накоплено не один десяток, и они имеют разные программы для разных регионов и разных нужд. Для этого существуют целые институты, работают высококвалифицированные специалисты, и поэтому то, что мы сейчас обсуждаем, на самом деле это не обсуждение одного фейка или одной какой-то новости. Это целая серия мероприятий, адресованных Украине. Это война. Война психологическая, война моральная, война ценностная. И война, в которой Украина, к сожалению, пока еще находится в роли догоняющего. Она постоянно выискивает способы противостояния очередному фейку. Вспомните Саакашвили, он ведь тоже говорил очень многие вещи, которые мы все тоже понимаем, но мы не занимаемся абсолютизацией обыденности, радикализацией обыденности. Он говорил вещи, которые все слышали, но так, как он сам их придумал. С ней это еще более достоверно, чем более так. Довольно скандальная провинциальная особа, с достаточно мутной биографией. Но при этом она очень последовательно выполняет то, что ей задали. Посмотрите Сенцов. Абсолютно одинаковая история в начале, какие разные последствия в конце. Человека фактически убивают. Он не пошел на сделку с дьяволом. А она пошла на эту сделку и поэтому прекрасно себя чувствует. Толстеет после каждой голодовки. Если бы принять основу ваш тезис относительно того, что Савченко это политпроект России и Саакашвили, то нужно признать тогда, что и администрация президента, и Порошенко, и целый ряд политических проектов, в частности Батькивщина, БПП, это инструменты раскручивания этих русских проектов и Саакашвили, и Савченко. Помните, какие титанические усилия предпринимались по их героизации, по накачке их медиа-имиджа, по, собственно говоря, героизации что одного, что второго, какие-то несбыточные надежды на них возлагались. Это журналист. Единственное, ради справедливости надо сказать, что Савченко включили в список Батькивщины еще до того, когда могла быть вероятная сделка между ней и российским руководством. Поэтому тут, скажем так, оппозицию я бы не стал приплетать. То, что вы сейчас говорите, на самом деле, просто подтверждает мое утверждение о том, что работают профессионалы, работают достаточно искусно. Они понимают проблематику Порошенко, они понимают его интересы и ценности, они, сержант, точно работают на развал консенсуса здесь в верхах. Что касается низов, то на низу пока, вообще говоря, украинский народ достаточно мудрый, он относится к ситуации все-таки достаточно иронично, я бы сказал. То есть оценочных суждений крайнего типа я пока не очень много вижу. Но, вообще говоря, терпеливая мышь перегрызет все, что угодно. Мы имеем дело с очень опасным, последовательным и высокотехнологичным врагом, который работает на наших недостатках и на нашей коррупции очень хорошо расцвел, и на нашем взяточничестве, и на нашем невежестве массовом. На всем этом работает Россия очень эффективно. Они хорошо знают Украину, они хорошо ее изучали и изучили. Сегодня они начинают, каждый следующий ход этой партии начинается Россией. С использованием того ресурса, который есть, это Айкидо. То есть использование ресурса, который есть у Украины, против нее самой. Таким ресурсом является и президент страны, и существующая партия, а их уже около 300. То есть они послушные игрушки в руках Супнария ФСБ? Они игрушки. Насчет послушности тут серьезный вопрос. Если бы они были послушными, то в период атаки на Луганскую и Донецкую области Путин получил бы 8 областей Украины, а он не получил ни одной. Давайте таким словом в зал. Антон Кравчик, политолог. Я хотел бы обратить внимание, что такой параноидальный поиск врага отвлекает от таких вещей, как, например, отставка Гонтаревой, которая должна была превратиться в процесс. А она не превратилась в процесс. Она сделала банкопат, 400 миллиардов долларов выкачала и была такова, что называется. Дальше. Декларации активистов антикоррупционного руха. Это, так сказать, отвлекла. То есть за завесой осталось очень много различных дел. Разрыв торговых отношений с Россией. Это самое главное, вокруг чего могли вот эти страсти, все копья биться. Накачка президентского рейтинга самой Савченко, которую раскручивают для того, чтобы она откачала, собственно, голоса у Тимошенко. Ну а разве у нее был какой-то рейтинг? А у Порошенко 9. Я прошу прощения. Говорю, а разве у нее был какой-то рейтинг? Вот это и дело, что у нее был нулевой рейтинг. Ее просто делают, извините, из говна пулю. Есть сомнения, например, с Акашвили, вот это все гонения на него, они не закончили с каким-то ростом его рейтинга? Саакашвили это просто неудачный проект, и Савченко это, скорее всего, тоже будет неудачный проект той же Банковой. Вот так я вижу эту ситуацию. Отвлечь внимание, так сказать, от вещей, которые могли бы быть скандалом, каждый из них мог быть скандалом эпохального характера. А он, так сказать, прошел мимо. Но я бы внес только одну поправку. На самом деле, они под удачей подразумевают сам факт продолжения конфликта. Сам факт продолжения одиозности своего очередного персонажа. Это тот самый кукольник, который вытягивает куклу, надевает и начинает отыгрывать роль с ней. Заплюете эту или потеряете к ней интерес, он на этой руке уже имеет следующего исполнителя. Причем их десятки, на самом деле. Вспомните судьбу одесского дизжокея Алика Ветрова, например, который чуть ли не стал президентом Приднестровской или Бессарабской республики, сидя в Москве. При этом всегда придерживался, насколько я его помню, патриотических взглядов. То есть пытался выжить любыми способами. Выжить в политике, выжить в качестве такого узнаваемого образа и делать какую-то карьеру. Не бескорыстен, чрезвычайно. А тот выяснил, что есть проход по правому краю. Он мгновенно переметнулся на другую сторону и стал работать совершенно по другой парадигме. Я думаю, что у России в запасе ее интересует не победа одного персонажа или одной политической линии. Ее интересует продолжение жесточайшего конфликта внутри Украины и попытка ее развала, регионализации. Надо понимать, что Путин абсолютно взбешен тем, что у него ничего с Украиной, из того, что он планировал, не получилось. Он рассматривает ситуацию, которая возникла как свое поражение. Причем поражение принципиальное, концептуальное. Поражение своего отряда этих самых спецназначенцев и гибистов. То есть, понимаете, скажите, пожалуйста, а вот если принять во внимание то, что все-таки мастерами управляемого хаоса являются американские спецслужбы, с вашей точки зрения, может ли быть то, что сейчас происходит, фактически... На чем? Да, с схваткой, с схваткой нашей территории, за которой мы страдаем, теряем ребят. Территория, я должен сказать, что изменилась. Еще несколько десятков лет назад территория схватки происходила в 90 милях от Флориды, на Кубе. А сегодня линия фронта переместилась в Крым. Понимаете, то есть, формирование, так называемого, вражеского пояса или горящего пояса в России... Совершенно с вами согласен. Геополитическая стратегия... Это драка двух монстров на нашей территории, с постепенным вычленением из нашего персонала наиболее удобных фигур для манипулирования имиджа. Это так, я с вами согласен. Игорь Шавров, юрист. Здравствуйте. Во-первых, пользуюсь случаем, я хочу выразить соболезнования жертв... В родственниках жертв трагедии, которая произошла вчера в Кемерово. Возвращаясь к нашей теме, попадает... На ум приходит особый цинизм, с которым действительно Надежда Савченко, герои Украины, которую превозносили, делали из нее действительно икону, банально закрыли за высказывания, которые она, если кто-то помнит, высказала в отношении действующих руководителей страны. И эти заявления ее не кидали.